Добрый день, меня зовут Денис Дончик, я выращиваю овец и продаю самую вкусную баранину. Приходите, накормим всех в Беларуси. Каждый человек рождается с каким-то своим предназначением, поэтому я считаю, что мое предназначение – это заниматься сельским хозяйством и кормить людей хорошим качественным продуктом. Во-вторых, я от этого получаю удовольствие. Собственно, история началась, наверное, с самого детства. Я вот с трех месяцев жил на деревне, мать у меня училась, и я жил с бабушкой. У бабушки в то время были животные. Наверное, все. Были у нее коровы и лошадки, и свиньи. А я уже, что-то мне было интересно, я потом ее уговорил купить кроликов, помню, были козочки. Ну, вот различные такие. Ну, вообще, дома там были хомячки, понятное дело, крысы, попугаи. Овцы, ну, не могу сразу сказать вот так вот, почему именно овцы. Но мне хотелось, вот именно хотелось овец. У нас когда-то тут, я еще когда малой был, в деревне были овцы, но не у нас. Овец желание было приобрести больше, но возможность на тот момент не позволяла. Плюс больше акцент ставилось на выращивание огурцов и помидоров. То, что уже как бы с этим был опыт. Потому что мои родители лично подсобным хозяйством давно уже занимались. И мы, будучи там малыми детьми, то есть постоянно вот были, ну, привлекались, помогали вот родителям в выращивании и лука, и редиски, и огурца, и помидора. Вот, возможно, вот из-за этого, что был уже какой-то базовый опыт. В 15-м году были первые овцы. 9 голов было куплено по весне. И тоже в районе 7 голов, я точно сейчас не помню, тоже было куплено осенью. Вот, и это вот первое такое начало было именно по овцам, 15-й год. Опыта не было, но самый правильный опыт – это когда ты проходишь через него сам. Да, конечно, изначально что-то читалось, что-то спрашивалось. Но, опять же, это был такой, скажем, фундамент 10-процентный. То есть от того, что приходит, когда ты начинаешь ими заниматься. Образования никакого не было абсолютно. Считаю, что если ты чего-то хочешь, ты этого добьешься, так скажем, ну, получится у тебя, если будешь этим заниматься конкретно, то есть от души. Не думай там, что вот там будет вся там тысяча голов, или еще что-то там в этом вроде, что-то там купишь или еще что-то. Ну, не надо думать об этом. Самое главное, вот, надо понять жизнь вообще животного, да, структуру жизни. Они же то же самое, как и люди практически, просто с четырьмя ногами. А так у них все, социальная жизнь, она такая же, как и у людей. В пятнадцатом году столкнулся, наверное, с первой, уже, наверное, не в пятнадцатом, может, шестнадцатом. Было несколько баранов, может быть, штук пять-шесть молодых по поводу сбыта. Ну, то есть это было невозможно продать, как минимум. То есть можно было продать даром. Да, это первый такой опыт, тем более изначально до этого овцы покупались там по одной цене. Ну, потому что такая цена была на них. А потом, то есть оно по факту никому как бы и не нужно было. Ну, и тогда я попробовал свою баранину впервые. Потом я ее не ел два года. Понял, что что-то не то. Ну, то есть потому что я до этого пробовал баранину. Вот тогда нужен был результат, то есть именно сделать то, что мне понравится. Потому что я сам привередливый такой, щепетильный к еде. И, ну, к чему есть возможность. То есть хочу, чтобы было все с иголочки. Дальше начал экспериментировать. Хотя у меня в тот момент в хозяйстве было две головы чистопородного прекаса. Вот, мясная. Вот и я с ними начал сравнивать. Потом начал рассматривать другие породы. Это у меня были дельбаевская порода, гесарская. То есть я вот с ними начал что-то работать. Когда я достиг там определенного результата, чтобы конвертировать это в технику, было принято решение рискнуть и уехать на рынок. То есть пробовать себя там. Потому что продавать это оптом, ну, это нереально. То есть это, это, это бет. Вот, поэтому. А по одной туши, по две туши, разрубами возил на доставку тоже и в Минск, и в другие города. То есть, ну, тоже это очень сложно на самом деле все. Это какие-то там рекламы, но это, это сложно реально. Хотелось бросить много раз. Но все-таки лучше всего делать какие-то серьезные решения, принимать и выводы. Это поутру на холодную голову, грубо говоря. Встал, проснулся, погулял, попил чайку. Вот. И в промежутке, там, скажем, 10-12 до обеда сесть и взвесить все, проанализировать пройденные годы. И, в принципе, какой результат нужно получить. И что, что уже на сегодняшний день есть. Все поэтапно было. Да, то есть выращиваем, пробуем, что-то предлагаем на реализацию. Так, племя на мясо. На племя изначально не продавалось. Так, потому что не то племя было. Во-вторых, надо было понять вкус мяса. То есть вот именно я как бы по своим критериям каким-то определенным определял это. 17-й год, или 18-й, точно не помню. На племхозяйстве в Жеребковичах было куплено молодое стадо ягнят, мясных пород и несколько чистопородных овец Миринал-Ландшафт. Вот. И тогда я уже понял, что, ну, это сильная порода. То есть ей есть место быть. Ну, и начал с ней работать. Было принято решение поехать на рынок. И я знал, что все не так просто. Ну, вариантов других не было. Вот. Ну, и начал заниматься потихоньку, по нескольких голов начал привозить. Это выходные дни. Ну, вот, что-то... Ну, опять же, тогда опыта не было. Там ходят и матки, плюс еще молодняк Яра, который на воспроизводство. Вот. Там возрастная категория всех. Вот так, с марта они у нас там начали рожать. Ну, вот с марта месяца. То есть до сегодняшнего дня. То есть это шесть месяцев, да? То есть самые возрастные. То есть именно из молодняка. Но их просто некоторых не отличить. Они уже размером с мамку некоторые, да. То есть есть там несколько линий вообще вот этих вот мериноландшафтов, так? Есть австрийская, есть Венгрия, есть немецкая. Вот они тоже отличаются и объемом некоторые, да? То есть визуально они отличаются, скажем так, по экстерьеру больше. Именно у этих ягнят, я считаю, что возрастных ограничений, в принципе-то, нет. Скажем, из расчета от трех месяцев до семи, это даже до восьми, это ягненок. Потому что некоторые, некоторые есть мамаши, которые кормят своих ягнят. Пускай они там уже в это время получают мало молока, но некоторые все-таки, ну, я наблюдаю это. То есть, скажем, там из всего стада там одна, две, три головы. То есть они еще в таком возрасте кормят своих детей. Ну, так в основном три-четыре, там до пяти месяцев. Баранчиков мы раньше отбиваем, ставим их отдельно на корм. Вот, это чтобы не смешивалась кровь. Вот, с ними работают баранные производители с овцами. Самая классная часть это кара ягненка. Да, но кара ягненка тут может быть трех форматов, так скажем. Там, это, если мы берем целую спину, так? Там есть три, даже четыре позиции именно в каре, которые отличаются и по вкусовым качествам, и по премиальному, ну, скажем, качество мяса отличается. Оно все классное, но есть вот отдельные позиции, скажем, небольшие отруба, вот, которые реально вот разнятся. То есть можно вот одну корейку разделить на четыре позиции. И, соответственно, ценовой барьер у каждой будет разный. С бараниной, например, которая постарше, с ней нужно немножко по-другому работать. То есть ягненок, ну, он везде ягненок. А баран, это уже баран. С ним нужно, это уже сейчас опыт есть, как с этого мяса сделать классное мясо. Не все позиции продавались, вот, не все позиции продавались. Нам нужно было показать, что классный продукт, вот, и он в Белоруссии, то есть не где-то там привозной какой-то, да, именно собственный вот продукт. На тот момент продавалась в основном только кара ягненка. Все. И то клиент приходил и спрашивал, ну, то есть удивлялся, что такое мясо вообще может быть, да, то есть это как будто диковинка была, да, на тот именно момент. Вот, когда пробовали, давали обратную связь. И вот тогда я получил обратную связь, которая, ну, была конкретно для меня важна. То есть, грубо говоря, я получил своих единомышленников только уже именно в другой продукции. То есть уже в готовой, так скажем так. Даже те люди, которые мне изначально говорили то, что, ну, абы что там, чем ты занимаешься, то есть это, ну, видим, как ты живешь там и так далее. Вот. А потом уже по итогу начали говорить, откуда ты знал, что вообще вот это вот именно дело. Пойдет. И именно вот баранина будет пользоваться качественным спросом. Вот. Я же тоже в голове у себя пропускал такие мысли, что если я такой, то есть мне вот надо именно вот такой-то, такой-то продукт, значит, в нашем мире тоже есть такие люди. И не один человек, вот. Поэтому, поэтому вот я считаю, что все правильно сделано, в принципе-то, да. Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать. Добро пожаловать. Добро пожаловать.